Вот прочли вы заголовок видео и сразу подумали, что опять этот хрен обсирать игры будет! А вот и нет. Я даже хвалить новые Звездные Войны буду. Да-да, вы не поверите! Проблема, которую я хочу затронуть не в играх, а в журналистах. В их способности отделять зерна от плевел, отчленять интересные от разрекламированного, делать правильные выборы и суждения. Как же хорошо, что я не журналист. Потому что я вообще не понимаю, что я сейчас произнес слух. Но все же у меня считал вопрос. Почему это творение имеет среднюю оценку 81 из 100, а Darksiders 3 64 из 100? Почему две практически одинаковых игры, но имеющих сильные стороны в разных своих составляющих и вообще стоящих, можно сказать, по одну сторону баррикад, оцениваются по-разному, хотя во многих местах идентичны, но в чем-то и лучше иногда и хуже друг друга? Вы хотите спросить, что я вообще несу? Ну, тогда немного предыстории. Ну, не настолько далеко, а всего лишь отмотаем до первого моего стрима по свежей игре. Давайте пропустим краткое описание игры. Ведь, думаю, вы все уже знаете, что Star Wars Jedi Fallen Order имеет место между третьим и четвертым эпизодом гексологии. Да, именно гексологии, потому что седьмой, восьмой, девятой части не существует. Это просто фанфики какие-то. Что речь тут ведется о неизвестном ранее джедае, об инквизиции, страшных бабах и неудачных попытках быть ханом Соло и Чубакой. И заодно, знаете, что это попытка сделать казуальный соус-лайк с налетом отчартеда. И когда кто-то говорит про соус-подобные игры, он может просто иметь в виду механику сохранения и прогресса. Увы, Star Wars новой негоже копирует практически все детали творения Миядзаки, не забывая тронуть даже последний секиру со всеми его репостами. Однако, суммарно, боевка смотрится кастрированная до хера. Одно оружие на выбор, чуть ли не вечный блок, огромные, просто огромнейшие окна для отражения урона. И бессмысленное парирование, которое, в отличие от последнего творения FromSoftor, нужно только для увеличения длины писюна играющего. По факту, успешные контратаки вне битв с мелочью вообще ничего не приносят игроку. Разве что головной болью награждают. Там, где в секиру были приемы, которые позволяли снять чуть ли не всю жизнь жердяям, в Star Wars бессмысленные... Ой, боже мой, я не понимаю, что происходит! А не, уже все хорошо. Там, где в Dark Souls были интересные бои с боссами и разнообразными врагами, каждый из которых требовал к себе особый подход. В Star Wars вас ждут унылые штурмовики и схватки один на один с джедаями, которые похожи на джедаев из фильмов примерно никак. По-моему, всем тутошним жирным противникам главного героя сам Дарт Вейдер засунул в жопу по мини-йоде, закрепив процесс прикручиванием сверхсветового двигателя с тысячелетнего сокола, чтобы добиться подобного результата. Но даже в таком состоянии враги не представляют особого труда для уничтожения. Если бы не одно «но». Сраные эстусы. Бл***ские эстусы. Я бы никогда не подумал, что пройдя Souls-like игру на 60%, то есть обыскав доступные локации больше, чем наполовину, спустя 10 часов я буду все еще иметь за пазухой стандартное количество лечащих предметов в количестве двух штук. ДВУХ СТУК! Какой дегенерат в респаун придумал, что будет очень мать вашу гениальную идею запихнуть дополнительные хилки в адские жопы мира, которые ты обязан исследовать для того, чтобы тебе было хорошо. Учитывая, что прокачка персонажа чувствуется по сути никак, то резонный вопрос имею я. Ебудал ли разработчик или имел растягивание продолжительности места тут? В общем, тянули как могли, где могли и чем могли, чтобы оправдать цену в 60 баксов. И за это вам придется заново бегать по тем же локациям, которые вы открыли, смотреть неинтересные длинные катсцены и плясать под дудку респаунившихся после отдыха на бонфайре мобов. Какого вообще хрена во вселенной Звездных войн появляются враги на тех же местах, где были умерщвлены 5 минут назад до очередной медитации главного героя? В курсе только сам Император. И не этот самый, а тот самый, которого минимум еще 40 тысяч лет ждать. Поэтому Star Wars плох по первому впечатлению. Его нужно раскусить, перетерпеть, осилить. Сначала принять, что хитбоксы здесь перманентно кривые, что битвы против штурмовиков капец какое уныние, что тутошние персонажи один блекли другого, что посещаемые места похожи друг на дружку и так далее. Стоит просто принять, что первая половина игры это затянувшийся туториал, после которого вас ждут охрененный босс, враги и зомбари, снежная мать его планета, с двумя AT-AT, которые здесь подвержены роботному аутизму, судя по всему, интересные дуэли со сверхскоростными ситками, которых, видимо, до пришествия Люка Скокера выпилили под корень, и страшная секси-чика. Ну, ну хоть что-то. А то тут вообще все плохо с персонажами и сюжетом. Ведь вся игра это... Это типичная второстепенная история про то, как спасаются последние джедаи под гнетом приказа 66, про то, как учитель перестает быть джедаем, потому что ученик сделал какую-то херню, про то, как главный герой находит силу. Только вот находит он силу достаточно долго, и большую часть времени ходит повсюду с лицом вроде Что происходит? Развиваться история, раскрываться персонажи начинают достаточно поздно, когда уже чуть ли не теряешь интерес к происходящему. Главный злодей вообще не радует, а больше похож на нытика. Но ситуацию исправляет он. Впрочем, ничего нового. А теперь вернемся к нашим журналистам. Вот играю я в игру, играю, и понимаю, что ничего в ней такого особенного-то и нету. Что косяки тут те же самые, что одолевают все соулс-игры? Что со старинтеллингом беда? Что персонажи здесь лупоглазые лягушки с острова Шри-Ланка? Я сейчас про него, если что, вы не подумайте. И с другой стороны есть Dark Side S3, которая обладала тем же количеством косяков, что и Star Wars Jedi Fallen Order, но в загашнике имела разных боссов, интересную прогрессию, вменяемую боевку и бомбезную героиню. Ведь, твою ж мать, это ярость! И все это было сотворено с намного более скромным бюджетом по сравнению с тем, что выдали респаун. А оценки... А оценки что-то разнятся. И... Чего это вдруг? Из-за того, что наконец-то по Звездным Войнам выпустили хорошую игру, поэтому можно и пару баллов накинуть? Или из-за того, что... Дарк Тайдер 3 сложная игра! Они поменяли механику! Я хочу другую игру! Где смысл выписывания подобных оценок? Чем руководствовались журналисты? Своим жопным мозгом? Или кривыми руками, явно растущими не с плечей? Ведь по уровню построения, восприятия, постановки и т.д. и т.п. Обе игры вряд ли смогут даже догнать творение Миядзаки Но они это и не пытаются делать Что Darksiders 3, что Звездные Войны Берут механику вождя племени Гидгуд Оборачивают его в теплый клубочек из паркурных приключений и легкой метроид Вани Заворачивают в красивый графоне и подают на блюдечки И что там годно, что тут годно Только вот передаются они для оценки качества не в правильные ручки А к уставшим от своей должности работягам Которые попали на свое место, видимо, для того Чтобы расширить гендерно-половой состав какого-то СМИ Ну, вы-то знаете, кому верить, да? Пацанам из рецензии в стиме советующим игру после двух наигрых часов, конечно! Нет, но все же игра рассчитана на фанатов Звездных Войн Только вот рады они будут такому продукту или нет? Вопрос открытый Кажется, делалось все специально для них Вбуханный бюджет в катсцены Иллюзорная ААА категория Красивенькая и новая Ну а на деле, для людей разбирающихся Скудный и вторичный продукт Которому не хватает полировки Свежих оригинальных идей И, ну, где-то дополнительного годика На шлифовку и доработку Игра делалась будто успехи На помощь, стим! Нужна помощь! Тут помню ужасных коллизий И взлетающий воздух враги Не обладающий умом и сообразительностью И физика, которая фору даст Даже та, что мы видели в The Force Unleashed Притянутые за уши геймдизайнерские ходы Чтобы растянуть продолжительность Но в целом, все смотрится дорого-богато Человеку в играх не сведущему В принципе, больше-то и не надо Кому-то из тех, кто раз в 10 лет играет в игры И Red Dead Redemption 2 покажется лучшим Из всего того, во что он играл за последние 10 лет А лично для меня все это приключение Опять попало в категорию Прошел, забыл Хорошо, что отдал мне 3,5 тысячи А всего лишь косарь за подписку Так что, слава Ориджину! Ей, слава! Прям хороши черти! Молодцы! Выпускают игру в 2019 году Без микротрудзакций! И без DLC! И даже как-то игру с лутбоксами захотелось И вдонатить! Чувак! Им Дисней выписал денег? Угрожал забрать лицензию? Там у кого-то из-за этого в жопе жим-жим случился, что ли? Да не! Бред какой-то! Где там мои лутбоксы? Где лутбоксы? Хочу! Хочу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова